Всем привет! 18 января. Сейчас у нас будет распаковочка двух айкончиков. Вот этот стульчик, любимый стул нашего администратора. Ну сядь, потому что у нас два товарища Богдан Усинск и из Балашова Александр. Они примерно такого же стилосложения. Вот он четвертый год сидит в этом кресле. Ну давай, значит, скрываем. Богдан Усинск, город Александр, Саратовская область, Балашов. Сейчас расскажу про этот стул. Айкончик, официальную ссылочку на сайт скину. Вот он. Признавался два раза лучшим на европейском рынке. В двадцать третьем году это Нобель ЧС легенда. В восемнадцатом году. Вот он. Айкончик. И в двадцать первом году. Айкончик. Тоже ссылочки прикреплю. Вот. Значит, а еще покажу, что официальный сайт рекомендует его для кого? Рекомендует его. Вот он как раз пишет, что два раза признавался лучше. 145 рост и 190 в максимум. Вот. Ну, 145 это, конечно, они лихо дали. Это надо ставить укороченный газлифт, приобретать его дополнительно. Но вот рост 180 это прям золотая середина. То есть голова будет там, где надо. Вот. Это у нас сейчас готовится два тканевых варианта. То есть это полифайбер, микроворс. Сейчас мы вскроем, проверим. Документы, подлокутники проверим. Каждое кресло комплектуется двумя подушечками. Мультиблоки уже новую. Двадцать третий год изготовления. Модели к нам приехали от французского дилера. Двадцать третий год. Подлокотники косые имеют. Да. То есть вот как раз. Смотрите. Вот Эдуард поменял левый подлокотник на правый. Так как у него косая направляющая. Вот у нас тоже стоит Эпик. Вот в базовой модели подлокотники от спинки. Когда мы меняем левый на правый, у нас они становятся ближе к спинке. То есть вот эта кнопочка, которая тоже у нас только с фиксацией, она когда мы поменяем левый на правый, переезжает вот сюда вот. Зеркально. Вот как раз мы это и видим. То есть это немножко неудобно, но когда у вас стол с вырезом, вы заезжаете туда, как раз руки у вас лежат на столе и подлокотники максимально приближены к спинке кресла. Эргономика простенькая. То есть никаких резких вот этих вот, вот таких вот агрессивных, боковых, поддержек нету. Так, ну что. Анатомическая спинка у него очень замечательная. Она слегка повторяет изгиб позвоночника. Да нет, он симпатичный, он как раз такой прям дорогой автомобильный кресло. Напоминаем, вот на заднем плане к нам приехали наши марсюки. Вот посмотрите, как Нобельчейр сделает качество отшивки. Ну опять же, вот Эдуард у нас четвертый год сидит. Вот посмотрите, никаких трещин, ничего нету. Но он за ним ухаживает. Каждый день протирает утром, вечером и в обед. Ещё перед сном. Да. Тоже суток проверили, всё работает, никаких инсенсов нету. Ну стандартная проверка перед обрузкой. Эти мы отличаемся от маркетплейсов. Вот. То есть новое, отближаемое впервые. Вот такой стульчик тканевой обидки. Оп. Так, сейчас у нас 18 января. А, всё, не крещение, по-моему, праздник. А мы работаем. Ну вот, всё, осмотр закончен, нужно оплачивать. Посмотреть. Покажи обивочку, и я эту кукострою. Идеально. За обивочки ухаживать надо. Покупаем автохимию. Аккуратно, аккуратно. Мясы. Самое главное пылесосиком. Ну сидушку скрывать не будем, так она в пакетах поедет. Вот. То есть мы проверим вот эти вот швы сейчас. И проверим молнию. Правда. Вот. Вот. Такая лялька. Никакие. Ну, раз показать уже, айкон, почему-то, ну, как практика показывает, не очень чисто его покупают. Можно писать. Ну, он классный. Молния, хорошо. Да, молния, всё. Всё. Всё, запечатываю. И вторая икрашка. Он прям полностью его, чтоб в кадр попадал. Попадает, попадает. Шикарный весь, что тут кусок пены уже сформированы из завода. Ну да, это полностью автоматизированная, роботизированная сборка. Так. Всё, можно оплачивать. Завтра кресло пойдут. И так вот, у нас это было видео для... Один город у нас, по-моему, в Коме. А второй был Ашово. Ну, а кто же в Петербурге, рекомендуем всё-таки приехать в наш уютный магазинчик. Траваевская 23. Тестировать. Через В Петербурге, рекомендуем всё